Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Первый Карагандинский вышел в рейд по дорогам города. Оценка социально-экономического развития Нуринского района Акимом области Нурмухамбедом Абдебековым. Карагандинец, будь авиатором. Авиашоу на аэродроме Балапан. Глава Карагандинской области Нурмухамбед Абдебеков с рабочей поездкой посетил Нуринский район, один из зерновых районов региона. Рабочая делегация посетила ряд объектов и ознакомилась социально-экономическим развитием района. Сначала глава региона Нурмухамбед Абдебеков посетил убойный пункт в поселке Киевка. Мясной павильон начал свою работу в 2012 году. С каждым годом число поголовья скота растет. На сегодняшний день его более 44 тысяч. Убойный пункт соответствует всем санитарным требованиям. Экономика Нуринского района развивается с каждым годом. Увеличились объемы промышленной продукции и сельского хозяйства. Развивается малый и средний бизнес. Проводимая работа по поддержке сельскохозяйственного производства со стороны правительства, со стороны государства, по субсидированию, по возможности приобретения различной техники по лизинговым схемам. Это, конечно, большое подспорье. Автомобильные дороги – это, пожалуй, один из главных больных вопросов любого сельского района. Ремонт дороги на участке «Караой», «Заречная» и внутри сельской дороги в селе Шахтерское ведутся в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Товарищество с ограниченной ответственностью Шахтерской является элитно-семеноводческим хозяйством. В нынешнем году зерновыми здесь было засеяно более 26 тысяч гектаров. Имеется 15 пассивных комплексов, 95 зерноуборочных комбайнов. Мы полностью ушли от паров, то есть увеличили отдачу одного гектара. У нас земля не гуляет. А чтобы заменить пару, мы применяем плодосмен. В ноябре текущего года планируют создать в эксплуатацию профессионально-технический лицей в районе. Стоимость проекта – 1 миллиард 100 тысяч тенге. Здесь будут получать образование не только местные ребята, но и учащиеся Осакаровского района. «Здесь будет учиться 200 учеников со всего Нуринского района. Еще будут участвовать ученики здесь будут учиться Осакаровского района. Общение предусмотрено на 100 мест». В ходе рабочей встречи глава области Нурмухамбет Абдебеков посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится в Шахтерском. Ознакомился с ходом работ строящегося плавательного бассейна, также посетил музей Нуринского района. С каждым годом благосостояние района улучшается. Идет строительство ряда объектов, успешно решаются социально-экономические вопросы, а благодаря этому, соответственно, улучшается качество жизни населения района. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. В строительной сфере не выполняются в строке проектирования и строительства объектов. Качество строительно-монтажных работ тоже оставляет желать лучшего. Именно эти проблемные вопросы обсуждались на совещании в онлайн-режиме в областном Акимате. Открывая совещание, Акимобласть Нурмухамбет Абдебеков подчеркнул, что все строительные работы, финансируемые из бюджета, направлены на улучшение социальных условий жителей региона. С каждым годом объем финансирования увеличивается, и это хороший показатель. Когда готовим совещание, я-то надеюсь, что подготовка идет в формате разговора профессионалов, а не волейболистов, которые здесь пытаются друг на друга спихнуть. На фоне продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике мы продолжаем строить и развивать стройиндустрию. Но насколько качественно строятся объекты, финансируемые за счет бюджета, и соблюдаются ли нормативные сроки строительства? Акимобласть Нурмухамбет Абдебеков выразил свое недовольство по этому поводу. Я вам еще раз говорю, внимательно слушайте выступления главы государства. Призываю к этому, ставлю задачу. Ну, что вы мимо ушей-то пропускаете? Или не слушаете, где выступает президент и о чем он говорит, какие задачи ставит? Мы же как руководители должны сходу хватать и трансформировать это в наши действия. Получены и положительные заключения на проектно-сметную документацию по строительству врачебной амбулатории в Селедовске Бухаржиралского района. На стадии разработки находятся еще 20 проектов – школу врачебных амбулаторий, объектов ЖКХ и культуры. От строителей зависит качество будущих новостроек. Лариса Хусейнова, Олжас Гамбасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Сотрудниками природоохранной полиции совместно с инспекторами Охотзоопром в Нуринском районе был задержан браконьер с тушей убитого им животного. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. 17 августа под вечер в Нуринском районе в степи в 10 километрах от села Амонтау в ходе оперативных мероприятий сотрудниками природоохранной полиции совместно с инспекторами государственного учреждения Охотзоопром был задержан мотоцикл «Рейсер» без государственных номерных знаков под управлением 25-летнего жителя Жанаркинского района, у которого была обнаружена и изъята туша животного, предположительно, сайги. Задержанный дал признательные показания. Назначена экспертиза. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система 4-х камерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Первый Карагандинский вышел в рейд по дорогам города вместе с дорожной полицией. За несколько часов дежурства было зафиксировано 7 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Иногда положение на дорогах области сравнивают с боевыми сводками. Правда, победителей в них нет. Одни побежденные. Традиционный развод продолжается недолго. Перед патрулями ставятся задачи, зачитываются ориентировки и марш-марш вперед на маршрут. Автоинспектор на дороге уже своим видом заставляет водителя насторожиться и сбросить ногу с педали газа. Правда, в темноте не всегда заметишь человека с жезлом. Первым был остановлен водитель за выезд на полосу встречного движения. Нарушения серьезные. Вот так практически, не сходя с места, начались остановки нарушителей. Причем автоинспекторы не стремились набрать как можно больше нарушителей. Наоборот, довольно лояльно относились к мелким правонарушениям. Но элементарная дисциплина на дорогах у нас явно не на высоте. Причина вашей остановки. Кунхарова 19.1. Водитель транспекторы должен обязан вкрутить в темное время суток ближний свет фар. Габаритные огни и ближний свет фар. Водитель оказался въедливым. Ну, возможно, это и правильно. Сначала надо доказать, что нарушил. Приходится доказывать. Причем вежливо. Таков порядок, пока выясняют соотношения новый нарушитель – превышение скорости. Доказательства надо предъявлять. Хотя и тут высказываются претензии. Автоинспектору нужно терпение и знание законов Казахстана. Автомобилисты сегодня народ подкованный. Редко кто соглашается с выводами автоинспектора. Вроде спокойно проходит рейд. Нарушение обычное. И в этом беда. Мы все привыкли к обычности. Что можем и не обратить внимание на серьезность поступка. Вот он. Алкогольный запах у человека за рулем. Тут нужны не просто доказательства, а экспертное освидетельствование. Приходится ехать в наркологический центр и проводить анализы на алкоголь. Если он присутствует, то отсюда прямая дорога в административный суд. А там разбираться никто не станет. Два года решения права вождения автомобиля. Соблюдение правил дорожного движения – это аксиома на дорогах. Но есть еще и культура вождения, о которой так мало знают наши водители. Можно рассказывать байки о автоинспекторах. Но то, что они дисциплинируют водителей – это однозначно. К этому надо добавить, что был еще составлен протокол о выезде на полосу встречного движения и выявлен водитель в состоянии алкогольного опьянения. И это всего за несколько часов дежурства. Сергей Высокосов, Айбин Жакан, Бахтия Руспанов. В рамках судебной реформы для упрощения множества процедур введен сервис ознакомления с судебными документами, который предназначен для просмотра электронных судебных документов на сайте Верховного суда. Верховный суд презентовал возможности своего портала, внедрив новые информационные сервисы. Теперь любой желающий может подать заявление в суд онлайн. В ответ вы получаете талон о регистрации и электронное извещение посредством СМС. В Верховный судом в последнее время внедряются новые информационные сервисы. Это ознакомление с судебными документами, также судебный кабинет, раздел, а также выдача талонов. Модуль ознакомления с судебными документами предназначен для просмотра электронных документов через логин и пароль. После регистрации участник судебного процесса получает свой логин и пароль на электронный адрес или СМС. Также одной из новейших программ – это идет судебный кабинет. То есть гражданин, не выходя из дома, может подавать исковое заявление, оплатить госпошлим также в этом разделе. То есть это минимализирует время гражданина, также расходы. Поэтому такие новшества уже внедрены. Пользователь может в любое удобное ему время посмотреть судебный документ, историю по делу и распечатать судебный акт. Население уже активно пользуется услугами сервиса судебный кабинет в целях экономии времени и средств. На чего технология дошла? Судиться теперь дома по интернету будем. Лариса Хусейнова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. 15 августа состоялось торжественное открытие 9-й спартакиады городов области Арай. Спортивный праздник посвятили 80-летию города Караганды. 15 августа на площади у Ледового дворца состоялось торжественное открытие 9-й спартакиады городов Арай. Собравшихся спортсменов приветствовали карагандинские парашютисты. С их показательных прыжков началась увертюра праздника. Флаги с государственной атрибутикой, посвященном 80-летию города Караганды, торжественно опустились с неба. В преддверии дня спорта, который отмечает Казахстан 17 августа. Спартакиады включаются в программе 12 видов спорта. В этом году она отлична тем, что включили в программу новый вид спорта АСК АТО. И что самое такое, что это спартакиад, она является как массовым соревнованием. Я в этом спартакиаде принимаю не первый раз, уже 5-6-й год. Большое благодарность, что для любительского спорта, для здорового образа жизни есть такие соревнования, что не только профессиональные спортсмены могут, но и любители, которые не могут участвовать на Казахстане или куда-то. Вполне отличные соревнования, чтобы показать уверенно, что можно идти выше, если есть желание. Участие в спартакиаде принимают не только профессиональные спортсмены, но и любой совершеннолетний любитель активного образа жизни. История спартакиады длится уже 9 лет. На соревнования прибыли не только спортсмены областного центра, но и из городов-спутников. Собравшись, а тепло поздравил Аким города Нурванов-Волкиров. Уважаемые участники спартакиады, мы рады вас приветствовать на открытии 9-й спартакиады среди городов нашего региона. Вас встречает гостеприимная Караганда, которая в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. Развитие массового спорта – одна из важнейших задач, поставленных главой государства в своем послании к народу Казахстана. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни являются необходимым условием успешного развития современного казахстанского общества и достижения национальных стратегических интересов. За последние годы в Карагандинской области было сделано немало работ для развития массового спорта. Многие дворы оснащены спортивным инвентарем. Сейчас спорт доступен для каждого жителя области. Спартакиада проводилась по 12 видам спорта. Места распределились следующим образом. Самое большое количество очков набрала команда Караганды – 171, что и стало решающим в подведении итогов. За Карагандой первое место. Вторыми стали темиртаутцы. Они набрали 119 очков. И третье место занял Джисказган с 98 очками. Ануар Седрихим Айденджакам Бахтяру Спанов, первый Карагандинский. Караганда впервые за многие годы с размахом отметила День воздушного флота. Авиация – это не только перевозки и связь, но и основной огневой маневренный род войск сил воздушной обороны. На аэродроме Балапан прошло настоящее авиашоу. Свои умения продемонстрировали пилоты авиационно-тренировочных центров Караганды и Астаны. Также военные летчики. Показ летного мастерства организаторы посвятили 80-летию Караганды. Для того, чтобы была возможность на достойном уровне почитать воинские традиции и повысить престиж службы, установили праздник ВВС. Но отмечают его, как правило, лишь сами военные. На государственном уровне все праздничные мероприятия проходят в День гражданского воздушного флота. К счастью, эти дни не слишком далеки друг от друга. Воздушный флот отмечает свой праздник каждое третье воскресенье летнего августа. В текущем году праздник выпал на 17 число. Аэродром Балапан с раннего утра заполнили карагандинцы. Торжественное открытие было недолгим. Организаторы авиационно-учебно-тренировочный центра Караганды делал ставку на зрелище. И это у них получилось. На шоу зрители смогли ознакомиться с учебной техникой, потрогать все руками. Детишки посидели за штурвалом настоящего самолета. Ничего, что это двухместный учебный аппарат. Он дает реальный шаг в большое небо, в большую авиацию. Авиация опять возрождается. Зрители с удовольствием знакомились с беспилотной авиацией, с управляемыми моделями. Завороженно смотрели на фигуры пилотажа, которые они выполняли. Но миг, когда в Неме появились Ми-8, заставил всех поднять головы и не отрываясь следить за величественным полетом военных летчиков. ВВС Казахстана является одними из лучших по уровню подготовки среди стран СНГ. Среднее время, проведенное летчиками ВВС Республики Казахстан в воздухе, превышает 100 часов. Это хороший показатель в СНГ и сопоставим с налетом авиации стран-членов НАТО. Даже если не считать, что условия в качестве часов немного различаются. ВВС Республики Казахстан является вторым по численности на постсоветском пространстве после России. В их распоряжении находятся более 400 боевых самолетов, 80 транспортных самолетов и 300 вертолетов различного назначения. Не успели вертолетчики поприветствовать собравшихся внизу, а зрители уже ждали показательные выступления парашютистов с элементами воздушной акробатики. Один за другим небо расцвечивали купола парашютов. Они сходились и расходились, как в танце, в ритме которой задавал ветер. Спортсмены-парашютисты показывали элементы воздушной акробатики. Флаги с государственной атрибутикой трепетали над головами зрителей. К сожалению, очень много традиций потеряно. Тех тогда, когда очень много молодых людей связывали всю свою жизнь с авиацией. Наш авиационный центр накануне дня авиации решил провести маленькое мероприятие, торжественное, приурочное имя к дню авиации, привлечь внимание, поднять вопрос патриотизма и показать молодым людям, что у нас авиация есть, она развивается. Самое интересное организаторы приберегли напоследок. Полеты с показом фигур пилотажа. Первыми в воздух традиционно поднялись гости учебного центра из Астаны. Они прибыли в Караганду на своих машинах. Синхронно пара белых птиц проделывала воздушные па над головами зрителей. Затем в воздух на полярисах поднялись наши пилоты. Ведущий Александр Ульянов, подполковник запаса, директор авиационного учебно-тренировочного центра Караганды, выпускник Армавирского высшего летного училища. Службу ВВС проходил на мигах. Даже не верится, что при выполнении фигур пилотажа летчиками испытываются перегрузки как минимум в 4 единицы. Так легко двухместный самолет крутится в воздухе. И все-таки для зрителей был припасен еще один сюрприз. Желающие смогли подняться в воздух на учебном самолете. Караганда всегда славилась подготовкой летчиков и парашютистов. Вспомните Нуркина Абдирова, героя Советского Союза, летчика-космонавта Тахтара Аубакирова. Они стали авиаторами в карагандинском Досаафе. И это авиашоу заявило, что традиции, заложенные еще в 30-х годах прошлого столетия, живы и развиваются. Сергей Високосов, Олжас Габбасов, Батья Руспанов, Первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В рамках недели спорта среди команд Октябрьского района прошла Лига дворового футбола 2014. Турнир проводится уже в четвертый раз. В этом году турнир посвящен 80-летию шахтерской столицы. Столько же команд приняли участие в данном турнире. В целях популяризации футбола среди населения по инициативе районных акиматов, стадиона «Шахтер» и карагандинского филиала партии «Нуратан» проводят Лиги дворового футбола. Первым открыл турнир Казбек-Бийский район. Его эстафету подхватил Октябрьский. Сегодня у нас большое мероприятие прошло здесь, в Октябрьском районе. В трех возрастных категориях приняли участие 79 команд. С каждым годом количество их увеличивается. Со второго числа, сентября, мы будем проводить городской финал. То есть победители и призеры двух районов города Караганды будут участвовать на стадионе «Шахтер» в финале городском. Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами, медалями и денежными сертификатами. За третье место команды получили сертификат на сумму 40 тысяч тенге. За второе место – 50 тысяч тенге. Победители, занявшие первое место, получили кубки карагандинского филиала партии «Нуратан» и сертификат на 70 тысяч тенге. Турнир дает волю, силы, чтобы собрать лучшую команду Караганды. Впечатления очень хорошие. Нашел новых друзей. Будем собираться по вечерам играть. Достойные соперники были. Призы по номинациям в каждой возрастной категории предоставила Ассоциация деловых женщин Карагандинской области. Победителям в разных номинациях вручили футбольные мячи и дипломы. Мы как Ассоциации, председатель Ассоциации города Караганды и как представители мамочки, что наши замечательные, что играют наши дети здесь, мы вложили свой вклад и решили поздравить памятными призами ребят, победителей, которые победили в этом турнире. Поздравляю всех с праздником и думаю, что скоро это будет, возрастет мероприятие в областном уровне. Спортивным инвентарем и реквизитом для проведения соревнований обеспечил стадион «Шахтер» совместно с Карагандинской областной ассоциацией футбола. Лига дворового футбола продолжает возрождать и развивать традиции кожного мяча, столь популярного в свое время среди подростков. Лариса Хусынова, Эйдин Жекан, Пахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Амазо Болыздар. Редактор субтитров А.Семкин